В прошлом году Audi уже отзывала модели Q7 и Q8 по двум причинам сразу. Брак нашли не только при изготовлении вилки амортизаторной стойки, но и в конструкции центрального подголовника. Кроме того, у Q7, оборудованных трёхлитровой турбо-шестёркой, из одной или обеих топливных рам могло вытекать топливо. И вот новый отзыв. Теперь Q7 и Q8 поедут на сервис по другой причине. В каркасе спинки водительского сидения может образоваться трещина. Она практически не влияет на прочность конструкции, однако острых краёв боится жгут электропроводки. Провода нужны для питания регулировок, обогрева и вентиляции. В России из-за этого дефекта отзываются без малого 250 кроссоверов, проданных в прошлом и нынешнем году. АвтоВАЗ проверил обивки центральных стоек кузова на моделях Lada Vesta, проданных с сентября 2019 года по настоящее время. Согласно открытой базе Росстандарта, на четырёх сотнях автомобилей обивка центральной стойки подлежит принудительной замене. Более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan, проданных с апреля 2014 года по февраль 2019, поедут на ремонт. Как выяснилось, нижняя сторона сервисного лючка может давить на фланец топливного фильтра из-за неправильных допусков. В итоге на соединительном штуцере топливного фильтра могут появиться трещины, а это грозит утечкой и возгоранием топлива. На всех машинах дилеры доработают сервисный лючок топливного фильтра, а если это невозможно, заменят деталь на новую.